Что такое чрезвычайная ситуация? Какие меры разработаны у специалистов на случай ЧП? Насколько важна личная безопасность? Об этом будем сегодня говорить. Здравствуйте, это программа Перекресток. Меня зовут Ольга Соловьева, а в гостях у нас директор Центра по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций Андрей Горчаков. Андрей Генрихович, здравствуйте, приятно видеть. Здравствуйте. Ну, вообще, безопасность и комфортная среда для проживания граждан – это одна из национальных целей, которую озвучивал президент Российской Федерации Владимир Путин. Вот в Вологодской области тоже этому вопросу, как я понимаю, конечно же, уделяется огромное внимание. Вообще, что такое чрезвычайная ситуация, что к ней можно отнести? Ну, у нас есть приказ, он в открытом доступе находится, приказ 429 МЧС России, подписан в 2021 году, в нем указаны все критерии ЧС. Так, и что там? Есть и техногенных пожаров, которые подпадают под категорию чрезвычайной ситуации, где количество погибших указано и количество пострадавших. Есть и про департамент ЖКХ, где в приказе указано, если у нас определенное время будет в квартирах понижение параметров теплоносителя, либо по количеству дней отключено отопление, то муниципалитет вынужден будет расселить людей во временное проживание и ликвидировать данную аварию на теплосетях. Поэтому приказ довольно емкий, и мы можем о нем несколько часов рассказывать. Поэтому каждая ситуация, она анализируется, и после ее ликвидации идет уже обработка, подпадает ли тот или иное событие под ЧС. Но вместе с тем скажу, что за последние 4 года в Череповце чрезвычайная ситуация не зарегистрирована. Вот в рамках стратегии 2.0, которую озвучивал в РИО губернатор Георгий Филимонов, говорилось о создании аварийно-спасательных отрядов, то есть это будет в нескольких округах. В Череповце такой нужен отряд или у нас уже он есть? Значит, у нас такой отряд не нужен, потому что пожарно-спасательных подразделений у нас достаточно. 10 подразделений находятся на территории города, и они расположены таким образом, что мы успеваем прибыть в течение 10 минут в каждый адрес. Вот вместе с тем с 2014 года у нас функционирует и довольно успешно спасательная служба, которую возглавляет Дмитрий Графович Станакоев. Данная спасательная служба заступает ежесуточно на круглосуточное дежурство. Входят два отряда, это поисково-спасательный отряд, который практически выезжает на все происшествия, связанные с безопасностью наших граждан. И есть водно-спасательный отряд, который также организовывает безопасность на воде, независимо, там зима, лето, на календаре. Поэтому работаем вместе с ЕДДС и направляем все службы на место возможного ЧАЭС. Вот как раз об этом подробнее предлагаю поговорить. Вот какие функции возложены на Центр по защите населения и территории? Все-таки мы живем в промышленном городе. Какие данные собираете, анализируете вообще все об этом? Значит, Центр защиты населения и территории ЧАЭС является органом повседневного управления городского звена единой государственной системы предупреждения о ликвидации и очевидении ситуации. Поэтому мы реагируем на все звонки, поступающие от населения, поступающие из предприятий, от диспетчерских служб и также из ситуационного центра губернатора и главного управления. Проводим работы по ликвидации со всеми службами ДТП, дорожно-транспортных происшествий, по пожаре информацию собираем и анализируем и направляем подразделения к месту вызова. Отключение систем жизнеобеспечения и их последствия. Вот сейчас у нас актуально стоит вопрос по ликвидации утечек в индустриальном районе. Остаются три утечки и работаем по ликвидации утечек в связи с гидроиспытаниями в Зашинском районе. Со следующей недели начнутся испытания в Зайковском районе, поэтому первоочередная задача подготовить теплотрассу к отопительному сезону и исключить все возможные утечки в зимний период для того, чтобы у нас люди жили комфортно и температура в квартирах в зимний период была более 18 градусов. Это первоочередная задача. Также анализируем падение с высот. У нас в этом году, к сожалению, 20 случаев падения с высот. В том году на сегодняшнее число было 22 случая падения, ну и 4 случая со смертельным исходом. В прошлом году было 5 со смертельным исходом. Данное направление тоже ведем. Также потерявшихся людей мониторим и работаем со всеми подразделениями, которые выезжают на поиски и организовывают данные мероприятия. Поэтому все задачи, которые возложены на ЦЗНТЧС и касаемо безопасности, жизнеобеспечения, все выполняем в рамках установленного законодательства. А мониторят ли ваши специалисты состояние окружающей среды? Тоже важный вопрос. Да, у нас в Череповце создано и функционирует 6 постов в каждом районе города. Поэтому посты, они автоматически забирают информацию по воздуху и передают нам по каждому вещество, какие имеются превышения ПДК. Поэтому мы работаем непосредственно и с природоохранной прокуратурой, и с комитетом охраны окружающей среды. Поэтому каждое вещество, которое выброс нарушено и допущено нарушение, оно не остается без внимания. И информация направляется согласно инструкции в те органы, которые работают по привлечению должностных лиц и предприятий к ответственности. Вы в начале эфира сказали, что чрезвычайных ситуаций много, там классификация есть, разработаны меры по ликвидации. А вот у людей всегда один вопрос. Нам что делать? Как мы узнаем про чрезвычайную ситуацию и нам куда бежать? У нас, получается, есть городская муниципальная система оповещения населения и территория ЧАЭС. Поэтому в случае возможной чрезвычайной ситуации и по распоряжению мэра Череповца Вадима Евгеньевича Германова мы ее будем задействовать, которая ежегодно два раза в год проверяется осенью и весной. Поэтому ее в первоочередном виде будем задействовать, а затем направлять смски через сотовых операторов о том, что необходимо предпринять для того, чтобы не допустить травмирования либо гибель наших горожан. Ну и по федеральным каналам, по нашим муниципальным каналам также будет перехват эфира и информация будет поступать о тех томах горитных действий, которые надо соблюсти для того, чтобы не попасть в зону возможного поражения. Вот в апреле ваши специалисты обследовали подвалы и опять же тогда, вот если посмотреть комментарии, у людей возникал вопрос, почему адресов нет в общем доступе, как нам узнать адреса этих помещений, где можно спрятаться в случае ЧП? Значит у нас получается, есть 26 городских управ в каждом районе города. Данные управы находятся в штате ЦЗНТЧС и с этими работниками проведены соответствующие мероприятия для того, чтобы они довели до горожан ту информацию, касаемую безопасности. Вот вместе с тем на протяжении последнего года у нас проверены все подвальные помещения и 578 помещений, они признаны пригодными для размещения наших горожан в случае возможного ЧП. То есть помещения выбраны таким образом, чтобы из каждого жилого дома, либо социально значимого объекта не более 500 метров можно было преодолеть для того, чтобы временно разместиться в данном подвальном помещении. Есть информационные стенды, они разработаны. Данная работа уже проводится на протяжении последних трех месяцев. И мы эти информационные стенды на сегодняшний день разместили в 212 подъездах, что составляет 35 жилых домов. Для того, чтобы получить данный информационный стенд, необходимо ТСЖ либо управляющей компании сделать заявку в ЦЗНТЧС на Светский 15, указать адрес МКД, количество подъездов. И мы под конкретный дом, под конкретных людей разработаем в течение буквально 2 часов данный информационный стенд, закажем его на печать, это все безвозмездно, и затем предоставим для размещения в подъезде. Данная работа уже проведена частично и в Зашкинском районе четвертого права, и сам лично как депутат в 10 округе отработал уже несколько домов. Если управляющая компания дает такую заявку письменно, то мы, соответственно, в каждом подъезде данную информацию с их, так сказать, помощью размещаем. Поэтому еще раз напоминаю, подавайте заявку, будем отрабатывать по каждому дому, по каждому подъезду. А еще знаете, какой интересный вопрос был у людей, опять же, по поводу места. Там получается, что совсем небольшая площадь, да, выделена каждого человека, и люди также задавали вопрос, а вот если животное, можно ли его с собой взять, или это не предусматривается, животных придется бросать. Нет, никого не оставим как бы в беде, поэтому и животное будем пускать, и будем даже пускать тех людей, которые находились в территории Череповца, как гости, либо туристы. Поэтому это тоже все как бы учтено, и каждое подвальное помещение, оно мало того, что проведен анализ, но еще и по площади как бы намного превышает то возможное количество людей, которое будет спускаться с того или иного дома. А если говорить вот по запасам еды, воды, это человеку нужно как-то держать тревожный чемоданчик или что? Вот как действовать в этой ситуации? То есть, знаете, кто-то ведь начнет собирать, борщ переливать в баночку может. У нас подвальные помещения, они же предназначены для временного размещения людей, поэтому если надо переждать, то я думаю, что в течение там какого-то часа, двух-трех как бы по воде будет такая необходимость, что это все будет там довезено. Вместе с тем с управляющей компанией тоже проходил инструктаж, и мы буквально два месяца назад их собирали в департаменте ЖКХ и еще раз проговаривали ту или иную ситуацию, о горитмах действий в случае той или иной возможной череджейной ситуации. Поэтому Центр защиты населения и территории АЧС открыт для каждого горожанина. Если есть необходимость, приходите, принимаем ежесуточно. Вместе с тем у меня официальные часы приема по пятницам. Ну, если человек подойдет и в другой день, никому не отказываю, в принципе, и приглашаю должностных лиц, которые отвечают за тот или иной блок в СССР, и прорабатываем ответ на тот вопрос, который интересует нашего горожанина. Вот для каждого человека его проблема важна, и чрезвычайная ситуация у него своя. Вот с какими звонками люди обращаются на телефон вашей единой диспетчерской службы? В штате ЦЗНТЧС есть не только ЕДДС. У нас есть и Центр обращения, и городские управы, и Русской гражданской обороны, и отдел ГЛОИЧС. Поэтому обращаются в основном в последнее время по утечкам на теплосетях, по отсутствию горячего водоснабжения. Поэтому работаем через портал «Мой череповец» и информацию размещаем. Ну и каждый день у нас не единожды происходит сверка и взаимодействие с Газпромтеплоэнерговода по ликвидации всех возможных разрывов и утечек. Ну и также департамент ЖКХ задействован в 100% составе на всех возможных утечках. Также принимаем звонки и о пожарах, и о ДТП, и о кошечках, собачках, которые где-то там залезли и не могут слезти. Поэтому вместе с тем хотелось бы обратить внимание о том, что если даже звонит ребенок на 112, либо на 0,51, то данный звонок тоже мы не игнорируем, отрабатываем его. Но если звонок поступит ложный, и это будет установлено, то будем вынуждены совместно с полицией возбуждать административное дело и привлекать родителей к ответственности. Поэтому хотелось бы напомнить родителям провести данную работу с несовершеннолетними и еще раз напомнить о том, что каждый звонок, поступивший на 112, он отрабатывается спецслужбами. Вот если касаемо телефона 112, ну бывает, люди тоже высказывают мнение, что звонить на него некомфортно, слишком долго, слишком подробно расспрашивают. Вот давайте, наверное, объясним, для чего это нужно, почему так подробно все спрашивают. Значит, от первичной информации, поступившей на 112, диспетчер принимает решение, какие силы и средства в каком количестве задействовать. Поэтому лучше потратить несколько секунд, одну минуту для того, чтобы направить то количество подразделений на место, в возможной очередной ситуации. Если мы что-то недоспросим и у звонившего телефон будет отключен в дальнейшем, то мы можем отправить подразделения в меньшем количестве и не по тому адресу. У нас уже были случаи, когда, к сожалению, на улицу Молодежную отправляли машины в Череповце, потому что звонивший бросил трубку и не сообщил. А техногенный пожар был в поселке Суда на улице Молодежной. То есть не уточнил, да, это существо? Были потрачены драгоценные несколько минут, ну и пожар в итоге с меньшего размера перешел на большую площадь. Поэтому каждый диспетчер проходит соответствующий инструктаж. Есть памятка, какие вопросы необходимо задавать, для того, чтобы сразу же изначально отправить на многоэтажный дом большее количество пожарных подразделений, на дом деревянный, соответственно, меньшее количество подразделений. 1 июля в РИО губернатора Георгий Филимонов запустил сайт «Стратегия 35», где люди могут высказывать свои предложения, пожелания по развитию региона в целом. И вот более 900 обращений поступило, и как мы видим, там предложения озвучиваются. Многие связаны с вопросами безопасности. Вот вы как раз сказали, что тоже открыто для общения, и люди иногда приходят. Вот что предлагают? И как вообще люди видят ситуацию? Вот когда общаетесь, есть понимание, что люди понимают ли, не понимают, или это такие курьезные, может быть, какие-то предложения? Как вот все это проходит? Стараемся с каждым обращением отработать, и чтобы человек уже либо по телефону, либо ушедший из СЗНТЧС получил достоверную информацию и остался удовлетворен. Вместе с тем, касаемо Череповца, то хотелось бы, конечно, обратить внимание на модернизацию муниципальной системы оповещения, потому что в 2023 году, в декабре месяце, мы завершили разработку предрасметной документации. В этом году мы построим дополнительно несколько периферийных пунктов оповещения, но их, конечно, будет недостаточно для того, чтобы нам 100% населения города прикрыть в качестве первичного источника информирования. Поэтому, если будет возможность, то будем очень признательны, когда из оригинального бюджета будут выделены дополнительные средства на то, чтобы эта работа была завершена в кратчайшие сроки. И таким образом мы на ближайшие 10-12 лет забудем о ремонте периферийных пунктов оповещения, которые сегодня уже нуждаются либо в полностью замене, либо в ремонте. Андрей Геннеркович, а насколько важна личная безопасность? Мы видим происшествия на дороге, фиксируются происшествия на воде, пожары. Вот от чего это все происходит? В большинстве случаев у нас человек является виновником всех бед, так назовем это. По статистике, касаемо безопасности Череповцы, то за 2024 год на сегодняшнее утро у нас произошло в Череповце 132 дорожного транспорта происшествия. У нас водители, к сожалению, продолжают нарушать правила дорожного движения, скоростной режим, в результате чего 132 человека пострадало. И два человека были погибшими. К сожалению, один из них несовершеннолетний, но данное ДТП произошло в Череповском районе, где у нас девочка на автобайке скончалась по пути следования в больницу. По пожарам, то у нас здесь 4 пожара произошло в этом году, 16 человек пострадало, которым была оказана медицинская помощь, либо госпитализированы в дальнейшем. И 10 человек погибло. За 2023 год, то у нас за весь год погибших было всего лишь 6. Поэтому на протяжении уже 6 с небольшим месяцем у нас уже количество погибших превышает, чем в прошлый год. Поэтому обратить внимание на то, что соблюдать необходимые элементарные правила пожарной безопасности и в том числе и проводить беседы с детьми. По падению в 600, я уже сказал, 20 падений, 400 с метельным сходом, одна несовершеннолетняя суицид совершила, два мужчины и одна женщина. Два случая с метельным сходом на производстве, два случая в быту. По происшествиям на воде, 9 происшествий, 9 человек было спасено, один погибший на территории череповца. Вообще смерть человека – это трагедия, гибель для каждой семьи. Поэтому, конечно, необходимо обращать внимание на личную безопасность. Происходят пожары из-за коротких замыканий, поэтому сотовые телефоны целесообразно на ночь не оставлять в розетку включенными. Тоже МЧС регистрирует пожары с участием сотовых телефонов. Поэтому быть более внимательны, бдительны. И в случае возникновения той или иной ситуации, сообщают на 0,51, 112, 101, 102. Потом телефоны доступны, угросуточно работают. Ну и доведите себя. А бывают случаи, когда какой-то частный случай безалаберности приводит к целому ЧП? Ну, допустим, там человек покурил, сигарету не потушил, и сгорела вся деревня. Бывает, бывает. Поэтому сигарету надо тушить, в окно из машины не выкидывать, потому что и пух загорается из-за источника возникновения пожара. И все-таки соблюдать элементарные правила, потому что живем один раз, жизнь бесценна. Ну, я напоминаю, сегодня у нас в гостях был директор Центра по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций Андрей Горчаков. В студии работала Ольга Соловьева. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова